Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Виола Огородникова, ведущая автор онлайн-проекта «Архитектура тела». Продолжаем работать с нашим телом. Здравствуй, Виола! Здравствуй, Маша! Очень интересный ты предложила комплекс упражнений. Наши телезрители активно включились в эту работу. И я знаю, что многие действительно взяли некоторые из них на вооружение и стараются следовать всем твоим рекомендациям и все-таки ввести постоянный график выполнения данных упражнений. Потому что это действительно важно. С учетом того, что 2,5 месяца в основном все мы находились в режиме самоизоляции на удаленке. И, безусловно, наша активность, она практически была равна нулю. Да, Маша, я бы хотела, во-первых, поздравить тебя и всех телезрителей с тем, что... Вообще всех-всех с тем, что у нас все-таки карантин уже сняли с нас. И я видела очень много людей, занимающихся разного возраста на нашей любимой Лазутинской трассе. И, соответственно, нужно уже и корректировать свою практику, да, в зависимости от того, что у нас стало больше физической нагрузки. И многие люди стали ходить, бегать, и это чудесно. И вот... Ну, вообще занятие на свежем воздухе – это, безусловно, плюс. И огромное отличие, когда одно дело ты занимаешься дома, другое дело ты занимаешься в парке или просто в практику водишь утренние пробежки к любимому городу. Кроме того, такое количество людей, которые занимаются сейчас, очень мотивирует. Не отсиживаться в стороне. Да, да, конечно. Но единственный момент, конечно, то, что я замечала и до карантина, и сейчас, несмотря на то, что люди ходят очень много с палочками или бегают, мало кто делает это правильно. То есть, конечно, завал стопы внутрь или же какие-то плоскостопия и большие нагрузки, все это сказывается на тазобедренных суставах, все это сказывается на пояснице, на коленях. И чем больше мы бегаем, например, или ходим неправильно, тем больше у нас накапливается каких-то проблем и зажимов. И сегодня мы будем с этим работать. Сегодня мы как раз-таки работать будем с поясницей, с тазом. Вот какую роль играет именно этот отдел нашего организма в общем здоровье человека? Ну, в целом, таз – это то, что соединяет вверх и низ. И его правильное положение, его здоровье определяет все то, что все проблемы, или наоборот, все какие-то прекрасные вещи, которые у нас есть внизу. И он, конечно, создает опору для нашей спины, особенно когда мы сидим. Если этой опоры нет, что в этом случае происходит? Какие отклонения сразу же можно увидеть в здоровье человека? Как это можно почувствовать? Мы можем видеть очень разные истории, поскольку люди разные, разные компенсации, разные вообще истории с тазом. У кого-то прогиб, у кого-то, наоборот, уплощена спина или таз направлен вперед. Но это, конечно, проблема с шеей, поскольку если у нас есть какой-то дисбаланс в тазу, в области таза, то шея начинает либо выгибаться назад, либо, наоборот, расти горбик. Это, конечно, проблемы с грудным отделом. Но и, бесспорно, это проблемы с поясницей, с мочеполовой системой и с нашими ногами. Это могут быть колени, тазобедренные суставы. То есть здесь уже можно смотреть на каждого человека в отдельности и наблюдать в ответ. Какие должны быть маячки для человека, чтобы он понимал, что что-то не так, нужно срочно делать, либо брать комплекс упражнений от Виолы Огородниковой, либо обращаться к специалистам. Это в любом случае. Ты имеешь в виду врачей? Да. Наверное, к врачам надо идти только в том случае, если какая-то уже экстренная история. А все остальное можно при регулярном подходе и желании максимально поправить определенными правильными упражнениями, подобранными. В каком возрасте чаще всего происходят вот эти отклонения от нормы и наблюдаются? То есть возможно ли это, может быть, какие-то зачатки начальные исправить уже в детском возрасте у ребенка и сразу с малых лет приучить к определенным техникам, практикам, упражнениям, тренировкам, чтобы действительно организм подготовить к будущим физическим нагрузкам, чтобы он уже был такой закаленный и спокойно воспринимал, и ребенок чувствовал себя, и не было вот этих всех отклонений уже во взрослом возрасте. Маша, но дети растут, и организм меняется, да, поэтому, допустим, на определенном этапе ты можешь поправить ребенка, потом вылезает, например, какая-то... То есть все-таки это проблема уже такого среднего возраста и старшего? Я бы сказала, что, конечно же, с детства все это происходит, и поправлять надо, да, но просто, наверное, в детском возрасте, в момент перестройки, это момент постоянного слежения, да, что у ребенка происходит. То есть в каждый момент его взросления, ну, мы же тем более пристально смотрим, да, на своих детей, мы можем наблюдать, особенно если мы знаем, зачем наблюдать, это стопа, это, конечно, ноги, и ко мне приводили детей, у которых просто готовили к тому, чтобы делать операцию на коленях, потому что там разрыв менисков и так далее, но просто глядя на девочку, было понятно, что даже сделав операцию, у нее проблемы с коленями останутся, потому что там настолько была деформирована стопа, и от стопы шел завал, и скручены вообще были мышцами эти коленные чашечки, что операции, они бы этот вопрос не решили. И слава богу, это не то, что вот придите ко мне, и вы точно обойдетесь без операции, нет. Но в ее случае действительно так получилось, и очень здорово, что не пришлось делать операцию. А кто-то, например, у меня замечательная есть подруга, это уже средние года, девушка, у нее фантастические ноги, но мы стали замечать, что они начали иксобразить, да, то есть такое иксобразное строение ног. И присмотревшись, мы поняли, что действительно какая-то детская проблема, но опять же у нас компенсации накапливаются, энергии в теле становится меньше и меньше, она расходуется на какие-то другие задачи. И уже держать мышцы, вот это ровное положение в костях, ну практически не представляется возможным. И начался вот этот завал колен внутрь, и ее стало беспокоить прежде всего эстетикой. Начали поправлять уже и стопы, и работать с тазом, потому что как раз положение стоп очень сильно влияет, да, в то же время и таз влияет на нижнюю верхнюю часть, и стопы влияют. И здесь курица или яйцо нужно, конечно, разбираться, и, как правило, уже заниматься всем. Какой комплекс упражнений сегодня ты приготовила для наших телезрителей? Мы разберем, скорее всего, успеем разобрать всего лишь одно упражнение, но оно такое очень объемное, и по большому счету его можно при желании делать сейчас на обе седалищные кости. Это как раз упражнение, которое присутствует во всех моих марафонах, во всех учебных комплексах, и это то, с чего я рекомендую начинать. Такая база, это и при работе со спиной очень поможет, и при работе с тазом, и с ногами. Седалищные кости. Мы будем благодаря этой работе выравнивать таз и чувствовать, что постепенно освобождается поясница, постепенно освобождается низ живота, и ходить становится гораздо лучше. Кстати, спортсменам, потому что я знаю, что все ждали скорее в горы поехать, да, начать заниматься спортом. По своему опыту могу сказать, что если вы ходите по горам, и есть такая история, и понятие сыпухи, да, когда ты спускаешься вниз, ты помогаешь себе палками, но поскольку очень подвижная почва под ногами, тело начинает подстраиваться, и порой настолько скручивается мышцами ног, колени, что люди жалуются, говорят, у меня, наверное, с коленями стали какие-то проблемы. Так вот, самая классная история, брать с собой ежики, делать упражнения на стопы, но это уже тема для других передач. И вот седалищные кости, то есть вот эти вот черные мячики и упражнения на них, это беспроигрышный вариант, то есть настолько легче становится, что, ну, это, наверное, любимое упражнение очень многих практикующих. Виола, ну, ты уже заинтриговала, давай приступим к тренировке. Давай. Для выполнения упражнения на седалищные кости вам понадобится специальный мяч, яму на бол. Но для того, чтобы приступить к упражнению, мы найдем, где же находятся седалищные кости. Для этого сядьте, скрестив ноги в коленях, и ладошку положите под ягодицу. Вот та самая твердая часть под ягодицы является вашей седалищной костью. Затем наша задача с вами сесть, например, правой седалищной костью, то есть самой твердой косточкой, на центр черного мячика. Если вы начинаете сваливаться с мяча, вы можете чуть-чуть сделать его мягче. Если вам в целом неудобно сидеть на полу, вы можете взять стул и сесть седалищной костью точно так же, только на стуле. Затем нам важно здесь выстроить линии, поскольку эта практика является практикой выстраивания костей. Итак, мы смотрим, что стопа, колено, бедро и плечо находятся на одной линии, линии параллельной линии коврика. Вторая нога у нас стоит подальше от той ноги, с которой мы работаем, она является опорной. И мы делаем вдох. Стараясь на вдохе удлиниться в грудную клетку, выдох. Помещаем внимание, вес тела и дыхание в мяч, как будто расслабляемся после долгой дороги. Еще сделайте вдох и выдох, погрузите весь вес тела в мяч. И обратите внимание, если вы продолжаете скатываться, вы не уверены, находитесь ли вы на центре седалищной кости или нет, вы можете поделать такие движения в сторону, в одну, в другую, вперед, назад. И таким образом через какое-то время вы точно отследите, где же центр вашей седалищной кости. И еще раз делаем вдох. Удлиниемся в выдох, расслабимся в мяч. И теперь перенесем вес тела чуть вперед. Задача здесь не наклониться, а скорее чуть дать вес тела вперед в мяч. Пальчики приподнимите вверх. И оттолкнитесь пяточкой. И помогая себе руками, закатите мячик под ягодичную складку. Это там, где наши ягодички улыбаются. Сделайте здесь вдох. По возможности перенесите вес тела больше вперед. Но бывает такой момент, что наклониться вперед не представляется возможным. Мало того, может быть тяжело сидеть даже ровно. Если такое происходит, вы можете сесть поближе к стене и опираться спиной по стенам. Это будет очень хорошая опора и создаст вам замечательную поддержку. Итак, вдох. Положите ладошки на бедро сверху над мячом. И попробуйте почувствовать, что с очередным вдохом, возможно, ваша передняя поверхность бедра начинает расслабляться. Ощущения под ягодичной складкой могут быть достаточно интересными. Особенно у тех, у кого эта часть зажата. Если вы наблюдаете у себя опущение ягодиц, то вот это опущение как раз формируется за счет зажатой под ягодичной складки, там, где мышцы эти расположены. И мы сделаем выдох, расслабимся в мяч. И затем поможем себе и руками, и пяточкой. И медленно, с чувством, расслабляя ягодицу, прокатимся обратно на седалищную кость. Выровняем туловище, вдох, выдох, погрузите весь вес тела в мяч, расслабьтесь, дайте возможность мячу погрузиться как можно ближе к кости. Простимулируйте кость, еще вдох, раскройте на вдохе грудную клетку, выдох, погрузитесь в мяч. И сейчас мячик поедет вверх к спине, по центру нашей ягодицы. Делаем вдох, выдох, погрузите вес тела в мяч, расслабьтесь еще глубже. Если вам хочется задержаться еще на несколько циклов дыхания в каждой точке, позвольте себе это сделать. И попробуйте проехать еще чуть дальше вперед, вверх, к спине, а едем вдох. Мы едем как будто небольшими шагами, стараясь каждый участок нашей ягодицы очень хорошо простимулировать. Главное дышать. Вдох, удлиняемся, выдох, погружаем вес тела в мяч и проезжаем еще выше до конца ягодицы. То есть там, где у нас уже начинается крестец. Вдох, выдох. Погружаем вес тела в мяч и максимально расслабившись в мяч, помогаем себе и пяточкой, и рукой возвращаемся на центр седалищной кости. Проверили, что стопа, колено, бедро и плечо находятся на одной линии. И сейчас мы с очередным выдохом. Мячик у нас проедет к центру, то есть к центру деления ягодиц на две части. Мячик уходит внутрь, на внутренний край ягодицы. Вдох, простимулируйте здесь. Важно, чтобы мяч не закатывался между двух ягодиц, он остается на внутреннем краю рабочей ягодичной мышцы. Вдох, выдох. И возвращаемся по центру седалищной кости. На вдохе удлиняйтесь, старайтесь не сидеть в согнутом положении, а каждый раз на вдохе создавать пространство в теле. И выдох, погрузите вес целого в мяч. И сейчас мячик едет к внешнему краю седалищной кости. Или же, если вы пока не уверены, что вы чувствуете седалищную кость, пусть для вас будет ориентиром внешний край ягодицы. Делаем вдох. Удлиняемся, выдох. Расслабьтесь. Мяч посидите здесь три-четыре цикла дыхания. И вернитесь обратно на центр седалищной кости. И сейчас мы соединим все точки, мы сделаем круг вокруг седалищной кости. И мячик поедет вперед под ягодичную складку. Мы сопровождаем движение мяча движением нашего корпуса. Это даст больше веса в мяч. И аккуратно закатываем мяч назад, внутрь. И остановились под ягодичной складкой. И в другую сторону. Продолжаем дышать. До. Вдох. Выдох. Вдох. Очень приятное ощущение. И с выдохом вернитесь на центр седалищной кости. И сейчас мы будем двигаться мячиком вверх до конца ягодицы. Выдохните. И проезжаем чуть выше вверх. К спине катится мяч. Вдох. Выдох. Погрузите вес тела в мяч. И еще выше вверх уходит мячик. Вдох. И с выдохом сойдите с мяча. А теперь вытяните ножки перед собой. И вот такой фокус. Та нога, с которой я работала, она стала длиннее. Почему это произошло? Видно, да? Вот настолько. У вас, возможно, с первого раза будет не так. Это нормально. То есть телу нужно адаптироваться. Происходит это, потому что наши мышцы освобождаются. Настолько втянут. И сейчас та нога, с которой я пока что еще не работала. Давайте повторим все то же самое на другую ногу. Итак, черный мяч. Проверьте, где ваша седалищная кость. Найдите твердую часть. И мы садимся полностью всем весом тела, уже другой ягодицы, на черный мяч. Делаем вдох, расширяемся, выдох, погружаем весь вес тела в мяч. Еще вдох. Старайтесь удлиняться в грудной клетке. Удлиняемся на вдохе в макушку. С выдохом расслабляемся в мяч. И слегка переносим вес тела вперед. Помогаем себе руками, пальчики ног приподнимаем. И отталкиваясь, проезжая мячиком под ягодичную складку. Я напоминаю, что вы можете пользоваться спиной или сидеть ровно. Наклон вперед не принципиален. Подышите здесь. Делайте вдох, положите руки на бедро, в зону над мячом, для того, чтобы вы дали больше веса тела в мяч. Выдох. Погрузите вес тела в мяч и вернитесь на выдохе по центру седалищной кости. Сделайте вдох. Выдох. Расслабьтесь мяч и проезжаем вверх. То есть мячик едет, разрезая ягодицу пополам, к спине. Вдох. Выдох. Расслабляемся в мяч и проезжаем еще дальше вверх. Вдох. Выдох. Выдох очень спокойный, расслабленный. И доезжаем до конца ягодицы. Сделайте еще один вдох. Старайтесь удлиняться в межреберном пространстве, удлиняться в животе. С выдохом расслабляйтесь в мяч, погружая весь вес тела в мяч. Не в руку и в ногу, а именно в мяч. И всем весом тела проезжаем обратно на центр седалищной кости. Отследите, чтобы ваша вторая нога вам служила опорой и не мешала. Делаем вдох. Выдох. Погружаем вес тела в мяч. И сейчас мячик у нас закатится на внутренний край ягодицы. Вдох. Выдох. Выдох. Погружаем вес тела в мяч и возвращаемся обратно по центру. Еще сделайте вдох. Выдох. Расслабляемся. Сейчас наш мячик катится на внешний край ягодицы или внешний край седалищной кости, если вы ее уже чувствуете. Я сейчас на вторую сторону делаю быстрее. На самом деле, конечно, надо сделать и на ту, и на другую сторону. Столько же циклов дыхания. Посидеть, сколько вы делали на первую ягодицу. И чем дольше вы сидите и дышите, тем мощнее эффект. И возвращаемся по центру седалищной кости. И сейчас мы делаем круг вокруг седалищной кости мячиком. Сопровождаем движение мяча движением корпуса. Выдох. И продолжаем дышать. Все внимание в ту точку, в которой находится мяч. И в обратную сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Вернулись по центру седалищной кости. Сделали выдох. И постепенно, пошагово сходим с мяча. Вдох. Выдох. Погружаем вес тела в мяч. Еще проезжаем вверх. Вдох. Выдох. Погрузили вес тела в мяч. И сходим с мяча. Вытяните ножки. И я вам рекомендую обязательно после этого упражнения прилечь. Желательно прилечь сразу же после выполнения упражнения на первую ногу, чтобы вы могли отследить, какая разница между одной ягодицей и той ягодицей, с которой мы еще не работали. Виола, спасибо за тренировку. Все-таки, когда мы увидим эффект, как часто необходимо делать это упражнение, с какой периодичностью? Мы с тобой уже говорили о том, что чем чаще мы делаем, тем глубже заходит практика. Тело уже знает ее и узнает, позволяет мячу все глубже и глубже заходить в те зажимы, которые у нас существуют. И поэтому вы каждый раз, она вам точно не надоест, вы будете испытывать все более интенсивные и интересные ощущения. Кому-то может быть немножко дискомфортно пока выполнять это упражнение. Это связано, опять же, с определенными зажимами, которые формируются в теле. Кому-то пока, может быть, вообще человек может не почувствовать ничего, потому что, опять же, зажимы настолько сильные, особенно если человек качал мышцы очень активно. То есть мышцы просто не пропускают мяч и не дают, это такая броня. Поэтому здесь важно терпение и просто поделать упражнение здорово утром, вечером, ну или хотя бы один раз в день в течение недели выработать какой-то график. И вы просто будете очень хотеть его сделать, особенно после какого-то трудового дня или если вы долго сидели. Потому что это улучшает и кровообращение в ногах, и в области мочеполовой системы, и легче становятся поясницы. Ну и в целом ягодицы становятся такие более сочные. То есть там просто начинается какое-то движение и лимфы, и кровообращение. И на самом деле вот это упражнение, оно позволяет, с одной стороны, включить те мышцы, которые по какой-то причине не работали. И убрать те зажимы, которые уже были сформированы из-за неправильных паттернов движения, сидения, ну нашего образа жизни. Поэтому даже для тех, кто хочется только за эстетикой, это замечательное упражнение для того, чтобы просто подготовить ваши мышцы к тому, чтобы они правильно и очень эффективно воспринимали те тренировки, физические нагрузки, которые вы им даете. Ну в нашем случае это не только эстетика, это в первую очередь, безусловно, здоровье. Конечно, каждому из нас хочется выпить ту самую волшебную пилюлю, после которой мы станем идеально, идеально стройными, красивыми, подтянутыми, здоровыми. Но, безусловно, этого не существует, это огромный труд и здоровье. Еще раз повторюсь, это труд действительно человека, это его усердие, целеустремленность. Бесспорно, это какая-то регулярность. Это вот, ну что ты делаешь, так в спорте, да, и так, наверное, в жизни. То есть если, ну не знаю, если вы развиваете какой-то блок в Инстаграме, да, то есть вам нужно, я ленюсь. Постоянно подпитывать. Постоянно, да, регулярно выкладывать, иначе… Ну и тело примерно действует по тем же самым принципам. Конечно. То есть вы вкладываетесь в него, но не финансово, там не обязательно ложиться под нож к пластическим хирургам, чтобы привести себя, например, в прекрасный вид. Конечно. Пользоваться какими-то сумасшедшими диетами, не знаю, истощать себя, да, отказывать себя во всем, добиваясь какого-то результата, можно действительно все это сделать грамотно, рационально и без ущерба для своего здоровья. Я за радость в этой жизни, да, без изнурения себя. Если вы делаете что-то регулярно и методично и грамотно, то результат обязательно будет. Тело очень благодарно откликается. И вот эта практика, она дает относительно всех остальных фантастически быстрый результат, за что она мне очень нравится. То есть иногда не верится. Да ладно, серьезно. Кстати, она удлиняет ноги. Но об этом я уже сказала, когда мы делали упражнение. Но вдруг кто-то присоединился попозже. Так что если вы мечтали о длинных ногах, тогда мы идем к вам. Точнее, наше упражнение Виолы идет к вам. Все верно. Виол, спасибо за интересное упражнение, интересную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok